вот существует вот такая вещь такая вот у нас у всех есть такое взрослая жизнь вот детство почему-то у всех у нас восприятие что вот здесь жизнь крутится вот так а вот здесь как-то должно быть по-особенному ребята жизнь она и здесь жизнь и здесь жизнь здесь здесь разницы никакой нету на самом деле разница ну тогда можно также относиться и к старикам и так далее я считаю что ребенок и здесь живет и здесь живет и законы которые действуют здесь должны задействовать и здесь иначе мы создаем детям искусственный аквариум после которого они приходят 18 лет мы даем пинка им под зад и давай во взрослую жизнь и я считаю вот это основная проблема то что у наших детей функциональная неграмотность они не могут и не знают как применять те знания которые они получили в школе если они их получили я к этому еще вернусь это первая большая проблема вторая смотрите что происходит вот здесь школа она дает знания но она не в чистом виде я еще говорю школа дает обычно 60 процентов знаний 40 процентов социализации или социальном воспитании почему потому что даже если ребенок не учится то школа ему все равно много дает потому что он влюбляется он там дерется он доказывает свою правоту он отвечает за свои слова и так далее то есть и существует невидимая такой пласт которая школа обучает ребенка не это не в классе происходит это происходит в коридорах это между детьми происходит дальше существует воспитание воспитание это там правило правило поведения но обычно семья здесь дает 60 процентов ну и 40 процентов знаний здесь наоборот ситуация больше воспитания в семье дается знание меньше в школе знаний больше воспитания меньше но существует третий пласт вот третий пласт теперь смотрите знание у нас есть кто давать кому давать это школа дает воспитание дает родители взрослые там и так далее а вот теперь я перечислю не стану писать а вот такие вещи которые я хотел бы видеть своем ребенке и чтобы мой ребенок это хорошо знал но который не дает школа и не дает воспитание первое выбор и принятие решений я хочу чтобы мой ребенок четко умел делать выбор и принимать решение второе ответственность за свое решение я хочу чтобы ребенок четко брал ответственность за те решения которые он принимает третье time management как управлять своим временем четвертое свобода то есть проблема в том что у многих нету у многих детей нету навыка быть свободным как парадоксально звучит это тоже навык то есть это понимание границ что тебе можно что нельзя где заканчиваются твои права и где начинаются твои обязанности парадоксально даже многие дети боятся свободы не хотят даже я знаю не дети у меня есть куча взрослых которые боятся свободы им все время нужно чтобы кто-то ими управлял дальше самостоятельность дальше решение проблем трудности дальше уж учеба на ошибках вся школа дает знание ошибки это плохо ты должен хорошо учиться если ошибаешься значит и дурак но наоборот ошибки этой основа это будем говорить обратная связь от этого реального мира который реальный мир говорит ты здесь что-то неправильно учел давай заново прочитай и вернись дальше строить планы целеустремленность финансовая грамотность адекватное восприятие реальности когда дети живут как в аквариуме они реальность не воспринимает адекватно они понимают оттуда происходят деньги воду моей племянницы спросили отключительно спросила откуда появляется деньги она горит из банкомата ну да не так воспринимается во первых она говорит из маминой тумбочки откуда мама берет из банкомата все на этом цепь замкнулась дальше разумное потребление вот кто детям научит разумно потреблять здесь мотивация не поможет здесь нужен механизм дальше терпение терпение как развитию ребенка терпеть не потреблять сейчас в пользу потребления больше в будущем или понимая ответственность что его потребление сейчас вредит нам экологии или еще чем реальная благотворительность потому что за с чужой счет легко быть благотворительным теперь вот это все знания которые не дает школа который не дает воспитания